Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами канал Медиа Доктор и программа Здоровое Детство и ее ведущие. Я Татьяна Моисеева и Мария Ролик. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Татьяна. Сегодня у нас в студии гость Долгинов Дмитрий Маркович, кандидат медицинских наук, заведующий токсикологическим отделением ДККБ номер 13 имени Филатова, врач высшей категории, анестезиолог, реаниматолог, токсиколог. Добрый вечер. Здравствуйте. И сегодня тема нашей передачи – наркотики. Значит, можно сказать, что средний возраст сейчас больных наркоманий очень помолодел, составляет 20-22 года. То есть, по последним экспертным оценкам, каждый наркоман вовлекает в употребление наркотиков 13-15 человек. И информация Минздрава показала, что средний возраст именно при общении, когда дети пробуют наркотики в первый раз, непосредственно 13-17 лет. А также стали учащаться случаи первичного употребления наркотиков уже аж в 9-13 лет. То есть, с каждым годом дети все моложе и моложе получают доступ к наркотическим веществам. Вот сегодня, наверное, и начнем с того, какие наркотики все-таки бывают, что больше доступно для раннего возраста, можно сказать, еще даже не подросткового практически. Ну да, 9 лет – это детский, скорее, возраст. Ну давайте сначала, наверное, расскажите нам вообще наркотики. Что это, какими они бывают, что сейчас, слово такое популярно среди молодежи, с чем вы сталкиваетесь чаще всего? Вот я бы хотел бы немножко вас добавить в виде реплики такой. Мы, врачи-токсикологи, называем все вещества не наркотики, а психоактивные вещества. Это те препараты, которые действуют именно на психику человека, угнетая или возбуждая центральную нервную систему. Не все вещества, которые употребляют дети и подростки, являются наркотическими средствами. Многие вещества психотропного ряда относятся или к медикаментам, которые продаются в аптеке по рецепту врача и назначаются с определенным заболеванием детям. Ой, не детям, а людям вообще. Многие вещества вообще не являются наркотическими средствами, а официально продаются в магазинах всем нам с определенного возраста. Вот сейчас очень популярна тема употребления никотинсодержащих веществ, так называемые снюсы. Я хочу пояснить, что такое снюсы. Снюсы – это никотинсодержащие вещества, которые не содержатся в сигаретах. То есть, что такое сигарета? Сигарета – это из табака скрученный какой-то цилиндр, который курят и вдыхают. А современные деятели, которые хотят заработать на этом денег, они выделили никотин в виде химического вещества, произвели его в виде химического агента, превратили это в жидкость. Они пропитывают какие-либо субстраты или что-то, что можно жевать, что-то можно в виде конфет употреблять, можно нюхать, можно использовать как аппликатор через слизистую оболочку. Пропитывают никотином и продают как никотинсодержащие вещества, которые вызывают эйфорию. Почему она вызывает эйфорию? Потому что, если взять обычную сигарету, в среднем там содержится от 0,1 до 1,5 мг никотина. А снюсы содержат примерно от 50 до 600 мг никотина в одной этой таблике. В общем, это пачки, больше пачки. Да, и притом это официально написано на этой коробке, которая официально продавала, сейчас активно очень правительство и правоохранительные органы начали бороться с этим. Но вот я два дня назад, когда в субботу зашел на рынок и увидел, что в спокойной продаже продаются на рынке эти снюсы. Они продаются как жевательный табак, по-моему, да? Они продают как никотинсодержащие вещества. То есть официально это разрешено? Пока да. И это тоже вызывает привыкание? Это вызывает какую-то эйфорию. Ну, как любой никотин, да, это вызывает привыкание при каком-то хроническом употреблении. Но смысл в том, что пациенты, наши пациенты или люди, которые употребляют в таких больших дозах никотин одномоментно, он вызывает какое-то такое дурманивание, угнетение сознания, психомоторное какое-то возбуждение. И от этого получают пациенты, которые пытаются употреблять какой-то психотропный эффект удовольствия. Я не знаю, можно ли это назвать удовольствием. Ну, какое-то психоактивное вещество, а никотин, который действует на психику, он, в принципе, вызывает такую вот эйфорию, что нельзя добиться обычными сигаретами или можно только при каком-то массивном… Капля никотина убивает лошадь, это вот как это, а там это сколько? Вот там вот есть вещества, которые пишут, там 300 миллиграмм никотина, там 600 один раз я видел. Интересно, а убить могут, ну вот на ребёнка, например, 10-летнего, 12-летнего? У нас не было летальных случаев, но в СМИ говорят о том, что зафиксированы летальные случаи не в Москве, а где-то в других городах. У меня мама сегодня прочитала в Москве, не помню в какой газете, она ехала как раз вот к нам домой, она прочитала, что в Москве был сегодня первый случай. Вот не знаю, что правда, неправда, то есть у меня мама пришла домой с трясущимися руками и со словами «ты слышала?» Я говорю, нет, не слышала, я говорю, я слышала только о том, что идёт речь о запрете, продажи открытые и так далее. Она говорит, ну вот сегодня вот такая вот информация, не знаю, не буду говорить, правда или нет, но речь шла о ребёнке, то есть человечке, которому нет ещё 18 лет. Я слышал летальные случаи, связанные с какими-то осложнениями никотиновой интоксикации, потому что она вызывает рвоту, и при аспирационном синдроме может возникнуть летальный случай. Такие случаи описаны в литературе, но в принципе связаны с употреблением никотин, содержащих снюсов. Если вы говорите, что это как-то очень усиленно действует на психику, угнетает и так далее, то есть ребёнок в таком состоянии, ну мы говорим о ребёнке до 18 лет, вполне может выйти в окно или что-то ещё, или не настолько. Это уже другие виды наркотиков, которые вызывают такую эйфорию, которая заставляет производить какие-то действия, которые неконтролируемые человеком. То есть это бесстрашие, я бы сказала, вызывает. Это мы чуть дальше поговорим. А, то есть это не здесь, здесь больше как бы именно интоксикация. Именно о больших дозах никотина, которые вызывают какой-то психоактивный эффект, угнетая психику, вызывают какую-то эйфорию. А вот скажите тогда, давайте прямо с этим конкретным наркотиком мы разберёмся. Если ребёнок находится в таком состоянии… Давайте это называть не наркотиками, а никотиносодержащими. Никотиносодержащими, хорошо, это вещества. Вот ребёнок принял, неважно, скольки лет, мы не будем говорить о возрасте, это заметно. Но потому что сейчас речь идёт о том, что дети этим балуются в школах, на территории школы, или приходят в этом состоянии в школу. Это видно по ребёнку? Это видно по ребёнку. Значит, во-первых, возникает угнетение сознания, бледность кожных покров. Это непосредственно в момент интоксикации. Но как можно заподозрить, что ваш ребёнок употребляет снюс? Снюс чаще всего кладут на слизистую оболочку какие-то такие подушечки, и их кладут за губу. Чаще всего это передние резцы. Если поднять губу… Сюда? Да, вот сюда. А, сюда. Если поднять губу слизистую, то там явно видно в виде пролежни, в виде белёсого такого налёта, в виде какой-то гиперемии. У меня есть фотография, я могу вам показать, как это выглядит. Да, покажите, если есть, мы посмотрим. А в дальнейшем это может быть язвы какие-то, то есть это прям как болячки будут? Ну, у некоторых это в виде болячки, у некоторых это просто… Вот смотрите, вот видите вот этот белёсый налёт? Вот это после снюсов. А это вот с другой стороны, сейчас я вам покажу. Вот видите, слизистая, чистая, такая розовая. Вот это с одной стороны, а белёсый с другой стороны. Кошмар какой, это же ребёнок. Вот так, да, это ребёнок 12 лет. Вот так это выглядит, такое вот гиперемия, раздражение. То есть, в принципе, родители могут ввести себе в правила… Если осмотреть полость рта… Каждый день… У стоматолога, например, можно попросить врача-стоматолога договориться перед приёмом. Ну, в 12 лет я могу ещё сказать, рот открой, покажи, дай посмотрю. Ну, мне кажется, там лет в 17 я могу получить от своего ребёнка отказ в этот момент, и тут я уже его не поймаю, не скручу. Если вы получите отказ, вы уже можете начать разговаривать. Да, да, уже тогда можно принять. Причина отказа, если эта причина отказа мотивирована, и он пытается скрыть что-то, тогда уже нужно предпринимать какие-то действия. Ну, в 12 лет можно уже самому-то в рот залезть, ещё глянуть там что-то. В 14 можно. Нет, ну, можно. В 14 с папой вместе. Так, ладно, мы остановились на интоксикации. То есть, как это… На этом можно оценить слизистые… Активная интоксикация – это угнетение сознания, бледность кожных покровов, многократная рвота, может быть диспепсические расстройства в виде расстройства кишечника, потому что никотин вызывает усиленную моторику желудочно-кишечного тракта и диспепсические расстройства в виде многократного жидкого стула. А в поведении как это? Красивыми словами понятно, но мы говорим для родителей, для учителей, которые не медики. Поведение как меняется? Ребёнок заторможен, ребёнок плохо реагирует? Да, может быть, это начиная от какой-то вялости, угнетения сознания, заторможенности, до какого-то, наоборот, психомоторного короткого возбуждения, которое сменяется заторможенность. То есть, какое-то неадекватное, нестандартное поведение. От угнетения сознания до, наоборот, психомоторного возбуждения. А при постоянном, частом употреблении, на что можно ещё обратить внимание уже родителям, допустим, учителям? Не знаю, может быть, проблемы со сном, с какой-то, не знаю, с памятью, с речью. Ну, что такое, есть ещё? Ну, это можно отнести вообще к употреблению всех психоактивных веществ. Дети становятся эмоционально лоббильнее, очень раздражительнее. Но, к сожалению, в подростковом возрасте они изначально, да, все немножечко такие. Ну, вот если вы видите, что его поведение стало выходить за рамки обычного. То есть, то, что было, стало меняться. Да, стало меняться, при том довольно-таки резко, при том довольно-таки интенсивно. И идут всплески психоэмоционального возбуждения с угнетением, то есть, сначала какой-то эйфория, а потом вялость, заторможенность. Часто днём спит, много спит. Спит больше обычного, там, по 12 часов, по 16 часов в сутки. То есть, и днём спит, и ночью. Или наоборот, весь день спит, ночью какое-то возбуждение. Тогда надо уже обращать внимание и разбираться, в чём же причина. То есть, понимаете, сказать, что вот именно вот эти симптомы говорят об употреблении таких-то веществ, эти симптомы говорят об употреблении таких-то веществ, или какой-то комплекс симптомов говорит о том, что человек употребляет это однозначно, так нельзя. Потому что, ну, может быть, правда, и подростковые какие-то характеристики. Проблемы, любовь несчастная. Гормональные, ещё какие-то эмоциональники. То есть, когда вообще идёт смена сознания от угнетения до, наоборот, психоэмоционального возбуждения, на это надо обращать внимание и разбираться, в чём же тут дело. То есть, в любом случае не оставлять ребёнка с этой проблемой одного. И пусть сам разбирается, а, это он просто в подростковом возрасте, а, это вот пройдёт, а, он усиленно устает, поэтому он слишком много дома спит, а, наоборот, там не спит, а какое-то психоэмоциональное возбуждение. Также надо обратить внимание на размер зрачков. Чаще всего при употреблении психоактивных веществ идёт или сужение зрачков, или, наоборот, расширение зрачков. Это в процессе, вот когда только принял? Да, это когда человек находится под действием каких-то психоактивных веществ. То есть, в принципе, он может в таком состоянии походить в школе, а домой прийти уже с нормальными зрачками. Ну, у нас, понимаете, у нас вот те дети, которые у нас поступают, если с ними начинаешь разговаривать, они, понимаете, в токсикологии и в употреблении психоактивных веществ имеют большое значение доза. И когда с детьми начинаешь разговаривать, почему ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Там, употребляешь какие-то одни таблетки, другие таблетки, какие-то наркотические средства или, наоборот, психостимуляторы. Они это говорят, что… Ну, как бы в интернете они читают или кто-то им внушает, что это помогает умственному развитию. Наоборот, когда ты начинаешь употреблять, ты становишься бодрый, ты начинаешь лучше учиться. То есть, работоспособность возрастает. А им это преподносит для того, чтобы лучше заводить экзамены, для того, чтобы лучше учиться. Ты вот прими вот это, и у тебя будет такое возбуждение, у тебя будет много сил, ты будешь… Может быть, сначала они начинают с минимальных доз, потом эта доза немножко увеличивается, 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 и потом происходит передозировка, и с этой передозировкой они не умеют контролировать. Точнее, они просто не знают, что они употребляют на самом деле. И когда я начинаю сейчас сказать, что ты употребляешь наркотики, тут они или делают вид, что они удивляются этому, или просто они это знают заранее и не признаются в этом. Ну, или самообманом занимаются. Да, или занимаются самообманом. А вот расскажите, пожалуйста, пока мы не перешли на следующие вещества, как вообще процесс именно действия наркотиков на детей? То есть, есть же разница, растущий организм, взрослый организм. То есть, что происходит с ребёнком? Конечно, у детей это всё происходит намного токсичнее и намного имеет больше последствий поражения организма, чем у взрослых. Хотя и для взрослых это тоже, в принципе, имеет большое последствие. Но вот что касается детей, во-первых, в процессе формирования в подростковом периоде идёт формирование всех органов и тканей, они перерождаются и формируются уже во взрослой. И высокая токсичность на все органы, начиная от головного мозга и заканчивая почками. И мы часто очень имеем осложнения со стороны печени, почек и поджелудочной железы. И потом просто, если даже начинают употреблять в небольшом количестве, потом получают какие-то хронические заболевания, связанные с почками, поджелудочной железы, печени. И потом это остаётся на всю жизнь, если не говоря о головном мозге. Потому что и очень выражено токсическое действие на центральную нервную систему, и, соответственно, идёт гибель части головного мозга, части клеток. И, соответственно, уровень развития такого человека в будущем... Ну, приостанавливается. Ну, вот у вас отделение, как бы там лежат все. Ну, какой возраст лежит преимущественным в отделении? У нас лежит от нуля до 17 лет. 17 исключительно. Да, и там лежат дети, получившие передозировку любыми веществами. Всеми, да? То есть, как бы мы не подразделяем. Чаще всего это дети какого возраста? Ну, если мы говорим о психоактивной веществе. Не о том, что маленьких детях, которые съели вкусные... От 14 до 17 лет. То есть, самый младший 14? Нет, самый младший 7, который употреблял психоактивные вещества преднамеренно. 7 лет? Да, есть дети, которые употребляют это непреднамеренно, случайно. Ну, съели у родителей, взяли. Где-то там нашли у родителей и проглотили, да, как обычные таблетки, неизвестно что. Часто это бывает, наркотические средства. Ну, не часто, но бывает. Ну, то есть, это не как бы не его желание, да? Не для того, чтобы получить удовольствие. А преднамеренно, вот на моей памяти, 7-летний ребёнок. Но это дети из асоциальной семьи, в которых родители... То есть, всё-таки это дети из асоциальной семьи. Это дети из асоциальной семьи. Когда речь идёт о совсем маленьком возрасте. Да. А у подростков? Лет 10-11. Ну, там уже не играет роли, допустим, асоциальными семьями. И всё-таки вот у благополучных родителей, которые, в общем-то, всё было хорошо, и вдруг бац, и ребёнок нарковал. Асоциальные, и бывают и благополучные, бывают и очень высокоблагополучные люди. А как они к вам всё-таки попадают? Больше по скорой медицинской помощи всё-таки с передозировкой? Ну, с передозировкой, да? С передозировкой, да, именно. То есть, сами родители не приводят, вот, обследуем, те приезжают. Сами родители пытаются приводить, но это уже не токсикология, это уже наркология. И эти больные уже лечатся, как зависимые люди, в наркологических клиниках, в наркологических диспансерах и в плановом порядке. А у нас все дети, которые имеют острое отравление. То есть, у нас отделение по лечению острых отравлений. То есть, как только вы их стабилизируете, вы их выписываете, а дальше они встают на учёт, ну, или родители их ставят, или вы ставите их на учёт? Нет, на учёт никто не ставит сейчас, кстати. Вот многие родители говорят, нет, когда мы предлагаем… Запишите нам что-нибудь другое. Мы предлагаем, да, и предлагаем диагнозы фальсифицировать, или мы предлагаем, или мы рекомендуем консультацию нарколога, или психолога, или психиатра. Они чаще всего отказываются, боятся, что их поставят на учёт. Не поставят на учёт без желания… Самого родителя. Родителя или самого пациента. Вообще наркология, вот в чём проблема, а наркология, она добровольная. То есть, для того, чтобы пациент, его начали лечить врачи-наркологи, он должен согласиться. Он должен прийти и сказать, что я наркоман. Он должен… Нет, он должен написать… Официальное согласие, да. Он должен обратиться к врачу. За помощью. Да, и должен написать официальное добровольное согласие. А потом первое отключение он тоже может в любой момент. Да, да. В том-то и дело. До 14 лет добровольное согласие пишут законные представители, а старше 14 лет, от 15 лет и выше, по закону, пациент имеет право или согласиться, или отказаться от лечения в любой момент. Соответственно, для того, чтобы пациент 15 лет обратился в наркологический спонсор или наркологическую клинику, он должен написать письменное согласие. То есть, даже родители не могут его отвезти в 15 лет. И это большая проблема. Да, это огромная проблема. То есть, они уже ничего не успели. Нет, просто вот мы раз начали эту тему, я вот прям животрепещущая для меня, потому что у нас сейчас в школе как раз проходит добровольное тестирование детей на содержание наркотиков. И как бы тестирование, оно на две фазы, то есть, они сдают анализ, и они пишут психологический какой-то там тест, по которому психолог тоже может сказать, у кого есть некие предпосылки, проблемы, либо есть уже сама проблема такая. И сейчас вот основная проблема у родителей, что, боже, боже, что вы, что вы, нас заставляют, потому что нас поставят на учет. И люди, оказывается, об этом не знают, что для этого, ну, тебя никто не может заставить, а проблема в том, что нашим детям сейчас 14. То есть, через год даже я захочу, чтобы моего ребенка поставили на учет, чтобы ему кто-то помог, я не смогу ничего сделать. Просто, понимаете, к этому надо относиться как к диспансеризации. То есть, мы, вы, там, родители, вводят своих детей в полиглинику для того, чтобы их осмотрел врач, сделал ЭКГ, сделал какие-то определенные анализы крови, мочи, там, и другие виды обследования, которые помогают выявить какое-либо заболевание. Мы все родители хотим, все ходим, ну, большинство, будем говорить, 99%. Ну, детей, как минимум, вводят. Себя, может, уже не вводят, но детей вводят. Детей вводят, да, да. Значит, это тоже такое же заболевание, как и другие виды заболеваний. Просто уровень нашего образования и наших окружающих родителей никак не может понять, что это заболевание, которое надо лечить, и которое впоследствии может дать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода. Употребление наркотических средств чаще всего ведет к летальному исходу. Не чаще всего, а ведет к летальному исходу. Рано практически всегда, да. И чаще всего рано. И сейчас огромный всплеск смертей среди подростков в Москве. Ну, они думают, что не только в Москве. И по этому поводу правоохранительные органы очень сильно обеспокоены, и нас атакуют со всех сторон. И мы сейчас очень тесно работаем в взаимодействии, и правоохранительные органы немножко нас прессуют, что мы мало взаимодействуем, мало уделяем внимания именно профилактике. Употребление наркотических средств. Но мы как бы усилим работу и стараемся как бы с ними работать. Но всплеск, огромный всплеск летальных исходов среди детей и подростков в Москве сейчас наблюдается. Мне показывают, что мы должны прерваться на рекламу, а после рекламы мы как раз поговорим и о профилактике, и о том, как помочь детям в той ситуации, в которой они попадают. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске Медиаметрикс и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. И снова добрый вечер. Хочу напомнить, что в нашем студии находится Дмитрий Маркович, врач Филатовской больницы, токсиколог, который нам рассказывает о том, с чем сталкиваются наши дети. К сожалению, сейчас о всевозможных наркотических, психотропных веществах. Мы поговорили про основной такой популярность среди детей вещества, которые никотиносодержащие. Расскажите нам, что еще, чего еще бояться? Значит, теперь я сказал сначала, что мы говорим о психоактивных веществах, психотропных веществах. А сейчас непосредственно я бы хотел поговорить именно о наркотических средствах. И какие сейчас наркотические средства популярны, и почему такая большая летальность от этих веществ. У всех на слуху обычные наркотики, это наркотики, которые делаются из растительных веществ. То есть это производные опия, производные марихуаны, каннабиноиды, так называемые марихуаны, которые во многих странах сейчас пытаются легализовать. Но в связи с тем, что в принципе эти наркотики довольно-таки сложно воспроизвести, добывать, и так как активно налажена борьба с производством и распространением с этими наркотиками, то сейчас получило большое распространение так называемые синтетические наркотики, или во врачебной среде мы называемые дизайнерские наркотики. Дизайнерские, от слова дизайн, изобретение постоянно что-то нового. Это делается для того, чтобы воспроизводимое вещество химическое было заменителем наркотических средств, которые, а, не запрещены к обороту, а то, что не запрещено, то разрешено. И плюс они удешевляют производство. То есть вот если говорить там о натуральных опиоидах, они в принципе очень дорогие, некоторые наркотики в принципе считаются элитными наркотиками, которые могут позволить себе только богатые люди. И стоят там сотни тысяч долларов. Они менее вредные, вот так на секундочку, или нет? Они менее опасные, но точно так же я и говорю, то есть они очищенные получаются. Мы говорили немножко о снюсах, да? Снюс, я вам сначала сказал, что обычные сигареты, это табак, а снюс это химическое воспроизведение никотина. То есть это тоже синтетический наркотик. Это синтетика. Ну не наркотик, а синтетическое вещество. Это натуральный лист растения, а это синтетика. Табак, да, в котором содержится никотин всякий, производный никотин и куча-куча там всяких. Но это лист растения, который высушивается и который курится. В общем, живая природа и неживая природа у нас. Мы все прекрасно знаем, насколько вреден негатив. А синтетика, она вредна в тысячи раз. А если ее еще увеличить в дозе, как мы говорили, в сотни, в тысячи раз, это вредней. И быстрей. Быстрей в миллионы раз. Поэтому сейчас активно государство, активно стало бороться со свободной продажей вот этих снюс. Также и синтетические наркотики. В обиходе все в основном их называют солями. Они имеют много всяких сленговых названий. Но в основном на слуху это соли. Мы их называем дизайнерские наркотики. Это вещества, которые произведены синтетически, которые являются заменителем синтетических натуральных наркотиков. Так называемые, то же самое каннабиноидов, которые типа распространены, официально разрешены в продаже не в нашей стране, а в других странах. Некоторые пишут о полезных свойствах их. Но это все рекламный ход, чтобы продать как можно больше наркотических, психоактивных веществ. А синтетические наркотики, они намного токсичнее. У них, их доза не контролируется, потому что она делается подпольно. И доза в одном и том же веществе одного и того же синтетического наркотика может превышать в тысячу раз. И плюс, многие, когда покупают эти синтетические наркотики, они не знают, что намешано. Потому что они берут несколько видов наркотиков, добавляют их в одну какую-то определенную дозу, которая потенциирует друг друга и усиливает. И эти наркотики стоят от 100 до 500 рублей. То есть очень дешево и доступно. Да, и активно распространяется. И говорят, его могут продавать как простой каннабиноиды, то есть марихуану. А это оказывается метадон, который приводит к летальным исходам. И поэтому, покупая эти наркотические средства, не разбираясь, что подростки покупают, а дилерам лишь бы продать, заработать денег. И как можно меньше вложить, как можно больше получить. Отвечательно, концентрация уменьшается, стоимость тоже уменьшается. Но последствия на организм токсического действия поражения печени, почек, головного мозга и во всех органах системах намного, на миллионы раз токсичнее. И мы видим очень серьёзные осложнения у наших пациентов, подростков 14-15-16 лет, которые бывают, у нас были пациенты, которые лишаются почек, которые зарабатывают хроническую почвенную недостаточность, да и просто лишаются своей жизни. Это с одного раза или всё-таки это система? С одного. То есть можно с одного попасть к вам в больничку, просто неудачно? Они говорят, что мы покупали просто, грубо говоря, марихуану, а купили метадон. Не повезло, не то взяли. Да, забыли дышать, и слава богу, их кто-то где-то нашёл, вызвали скорую, привезли к нам, мы его вернули к жизни. Ну, помимо того, что вы вернули к жизни, у него всё равно остались хронические, он приобрёл за один раз хронические заболевания. Да, и это, можно сказать, остался инвалид на всю жизнь. Какой кошмар. А скажите, пожалуйста, вот раз мы говорили как раз про ваше отделение, что к вам не обращаются за помощью в лечении, когда это какое-то хроническое принятие каких-то веществ, а попадают дети в определённом состоянии, в передозировке, скорее всего, да, и вы спасаете жизнь, приводите их в сознание, там, как-то лечите до определённого уровня, да, и отпускаете в дальнейшую жизнь. А вот как заметить, что с ребёнком, вот, передозировка, какие, не знаю, симптомы, что предвестником является, да, или это происходит моментально, как помочь в этой ситуации, куда бежать, как реагировать, даже не то, что со своим ребёнком, вот, ты… Просто шёл на улицу. Мимо проходишь, да, сидят ребята там подросткового возраста, и ты что-то видишь вот боковым зрением, что? Ну, в первую очередь, это, конечно, или угнетение сознания, или, наоборот, какая-то эйфория, психомоторное возбуждение, какие-то хаотичные движения, наоборот, психомоторное возбуждение. Чаще всего, конечно, обращают внимание на угнетение сознания, то есть, если ребёнок находится без сознания, там, или подросток, вот. В первую очередь, что можно, как можно помочь? Нужно предотвратить аспирационный синдром, то есть, положить пациента на бок, чтобы в случае каких-то возникновений рвоты, чтобы не захлебнулся собственными рвотными массами, и вызвать скорую помощь. И, соответственно, если это неизвестно, то ещё, конечно, лучше вызвать сотрудников полиции, потому что можно и обнаружить наркотические средства вокруг, можно и обнаружить дилер, и по горячим слезам быстрее найти, быстрее предотвратить, потому что профилактика любого заболевания – это предотвращение этого заболевания. И нужно всё-таки обращать на это внимание, не закрывать глаза, а смело обращаться в правоохранительные органы, чтобы предотвратить… Интересно, часто ли это происходит? Вот ты тоже самое хотела спросить, как часто к вам попадают пациенты, которые сопровождаются не только вызовом скорых, но и вызовом полиции. Я сейчас обратил внимание… И именно не родителей, например, а случайных прохожих. Нет, ну даже родители, между прочим, наоборот, случайный прохожий, может быть, и вызовет полицию ему-то, что ему нужно свой двор обезопасить, да, ну, для того, чтобы не происходило. Я обратил внимание, очень часто бывает, если… А очень часто, что подростков привозят из каких-то общественных мест, это торговые центры, какие-то там фастфудные… То есть, им скорую вызвали просто проходящие меморитетики… Вот, если кто-то вызывает скорую помощь, то приезжает полиция. Как это происходит, я не знаю, вроде бы, как бы, если это по-сотовому через 1-1-2, то оператор в службе последний вызывает на место происшествия, то есть, находится какой-то ребенок без сознания, приезжает одновременно и полиция… И один, и если вызывают не родители… Возможно, приезжает еще полиция, потому что неизвестно, почему он без сознания находится. Может быть, его ударили. Да, и почему он один, то есть, это же не его опекун звонит, допустим… Ну, бывает, что и сами подростки вызывают… Сами себе. Или товарищи. Или товарищи. Товарищи испугались. Да, они там испугались. Звонят. Да. Вот это прекрасно, что они не пугаются за себя и не берут ноги в руки и убегают. А некоторые пугаются, бросают и убегают. Вот это ужасно, на самом деле. Тоже до них надо донести, что лучше вызвать… Лучше вызвать кого-то на помощь. Ты вызови и беги уже, если тебе страшно оказаться рядом. Нет. Некоторые, наоборот, бросают, а некоторые, наоборот, пытаются… Наверное, все-таки, родители должны донести до своих детей, что если кто-то из твоих друзей, из твоих каких-то знакомых оказался в какой-то сложной ситуации, в первую очередь нужно позвать на помощь. А дальше разберемся. Да. А дальше разберемся, почему, как… Ну, здесь понятна реакция ребенка. Тут, кстати говоря, вы говорите, что родители должны донести. Для этого родители должны понять, что в определенном возрасте, в подростковом уже, да, не надо разговаривать с ребенком запугиванием и говорить ему о том, что если что-то… Ну, как бы страха. То есть, у ребенка не должно быть страха сказать, что «да». Ну, вот я вызвал, вот приехала милиция, что мне не попадет за это дома от мамы, а наоборот мне скажет «молодец, сделал все верно». Ну, знаешь, тут же вопрос в том, что еще дети, которые находятся, вот если они вместе находились, то, скорее всего, его друг-то знает, в чем тут дело, и почему такая вдруг реакция. Ну, даже хорошо, раз ты видишь, что такая реакция, на следующий день у тебя такая же будет реакция. Так вот, это повод задуматься, что вам обоим нужна помощь, одному срочная скорая помощь, а тебе нужна просто помощь, чтобы понять, что ты употребляешь и как с этим завязать. А родители это дома убьют. Да не убьют. Слушай, не убьют, они себя… Нет, я тебе говорю про то, как думают подростки в данной ситуации. Ну, я не знаю, вот вы когда разговариваете со своими пациентами, вы же все равно общаетесь, спрашиваете, задаете какие-то вопросы. У них действительно первая мысль, а родители дома убьют? У них первая мысль, что я уже сам взрослый, я уже все знаю, и не надо мне тут морали читать. Это вот в 14 лет они такие все большие уже. Да, да, и чем меньше, тем мои взрослые себя чувствуют. А вы не спрашиваете, а что ты тогда тут делаешь, собственно, раз ты такой взрослый? Когда я не знаю, что тут делаешь, их же в основном привозят без сознания. Не в сознание, да, он когда пришел, он уже взрослый. Понимаете, они в основном думают, что это хорошо, что это круто, что они стали употреблять какие-то наркотические средства, потому что они выросли, они уже большие, они хотят себя чувствовать не ребенком, не подростком, а каким-то взрослым человеком. И пропагандируют, что раз ты употребляешь, значит, ты уже вырос, значит, ты такой настоящий уже взрослый. В наше время так курение говорили, да, не куришь, не мужик. Да, да, примерно так. И плюс, еще я вот сказал, они некоторые не понимают, что они употребляют, им внушают, что это для стимуляции, для того, чтобы ты лучше думал, для того, чтобы лучше запоминал, у тебя будет голова лучше соображать. То есть, волшебная таблетка. Да, что это таблетки, от которых ты будешь учиться, ты будешь запоминать 20 раз быстрее. Это говорит о, сейчас это называется аптечные наркотики, это препараты, которые назначают как или психостимуляторы в определенных дозах, или как противосудорожные, сейчас очень модно, препарат пригаболин. Я уже первый раз слышу. Вы его называли, я просто не хочу его называть, как это называется. Не надо, не надо. Вот, который я первым сказала. А что чаще всего. Да. Эти препараты, которые продаются в аптеке, и которые, ну, они не являются наркотиками, это препараты, которые врачи назначают при определенных заболеваниях. Но их побочный эффект – это эйфория и психомоторное возбуждение. И вот наши дети читают интернет, где активно это описано, и получая информацию от своих подростков, от тех же людей, которые на этом хотят заработать денег, распространяют, что эти таблетки помогают тебе лучше учиться, помогают тебе лучше запоминать. И они начинают потихонечку в малых дозах их употреблять, и потом доза увеличивается, увеличивается, они быстро привыкают к этому, и уже становятся зависимыми. И уже потом начинают покупать другие наркотические вещества, а люди, которые их используют, используют их как средство продажи наркотических веществ, потому что он уже зависим. Вот сначала это все дается бесплатно, их попробуй, это здорово, потом он быстро становится зависимым, и они его уже для того, чтобы он зарабатывал деньги, он распространяет наркотики, они просто сами, как они называют, закладки, они раскладывают закладки. Да, это еще одна беда с нашей молодежью, что как раз так и происходит, и распространение происходит в том числе и в школах. Им нужно увеличить сеть распространения, и они этим способом бесплатно… Сначала подсаживают, потом подсаживают. Да, бесплатно кульверов себе делают. Как с этим бороться? Есть ли какая-то профилактика? Проводят ли в школах беседы с учителями, как заподозрить, с родителями. Есть ли таблетка от всех болезней? Да. Кремлевская. Да? Ну, расскажите нам, пожалуйста, вы же сами как раз проговорили о теме, что к вам обращается милиция, о том, что вы плохо профилактируете, надо больше, надо больше. Чего надо больше? Чего они от вас хотят? Надо больше про это говорить. Говорить везде. А в школу кто ходит говорить? С теми подростками, которые получили передозировку или оказались у нас, когда у них спрашивают, ну что, будешь еще употреблять? Нет, они очень сильно пугаются. А потом раз через неделю опять. Кстати, бывают те, кто приезжают, к вам второй раз? Второй, третий, пятый. Двадцать пятый? Нет, двадцать пятый нет. Семь раз у нас один пациент был. Семь раз? Да. А он с разными был? С разными наркотиками. Закончил он очень плохо. За полгода он попал в психиатрическую больницу и полностью деградировал. И это ребенок. Мы говорим о ребенке до восемнадцати. Говорим о шестнадцать-семнадцатилетнем подростке. Какой кошмар. Ну то есть он просто наркотики все мощнее, мощнее, мощнее и все. В общем-то, все функции утратил. Мне кажется, просто мозг потихонечку там подъедался, подъедался. Да, мозг у него превратился в психиатрического пациента. Какой кошмар. И шансов на нормальную жизнь у него не идет. У нас было три таких пациента. И все шестнадцать-семнадцать лет? Да. И они все закончили? Печатали. Но они еще не закончили? Ну я имею в виду, закончили плохо психиатрической клиникой. Я думаю, что на их будущем можно поставить большой жирный крест. Да. То есть обратной дороги у них нет? Мало вероятно. Ну, как минимум светлой дороги о том, что они будут получать высшее образование, иметь нормальную работу, семью и так далее. У нас просто попадал. А родители что говорят? Родители активно к этому боролись. Мы с вами уже обсудили то, что старше 15 лет пациент должен сам согласиться на лечение. Они не соглашаются на лечение. Некоторые считают себя больными, а некоторые, если считают себя больными, то не хотят, чтобы их лечили. Им хорошо. Да, считают себя не больными, а счастливыми. Им хорошо в этом ауре, который они находятся. Они говорят, пусть я проживу полгода, но вот я буду жить в таком месте. И это мой выбор. Я уже взрослый, это мой выбор. И родители просто, ну, им остается просто смотреть. Многие родители пытаются с этим бороться, многие отказываются. На самом деле очень большая проблема, попадающие к нам подростки. Родители от них отказываются, не хотят их забирать из нашей больницы. И их очень сложно куда-либо пристроить. Прям не хотят? Прям не хотят. И это благополучные семьи? Где-то есть благополучные, есть где-то средние семьи, есть где-то асоциальные семьи. Они приходят, а он больше меня не сын? Делайте, что с ним хотите, я намазался, я не хочу, он мне не нужен, что хотите, что делайте. А у нас нет никаких организаций, которые могли бы помочь таким детям? Ну, забрать себе на передержку, как это скажут? Нет, есть, конечно. Но, понимаете, для того, чтобы государство взяло опеку на себя, это нужно, а, доказать, б, суд только может лишить. Это длительный период, и невероятно, как это организовать, а ребёнок уходит просто никуда. Ну, мы пристраиваем другие больницы, а другие больницы, если не находят законных представителей, пристраивают специальные... Ну, дома ребёнка, детские дома. Да, да, детские дома. Откуда они сбегают или что-то ещё? Да, ну, в принципе, как бы в процессе вот этого долгого периода, там, двух-трёх недель, родители успокаиваются, что-то забирают, уговаривают их, потом они опять к нам, потом они говорят, что нет, мы к вам больше. Ну, вот, запнутый круг получается. Но многих детей очень сложно пристроить, родители отказываются от них, они просто устали с этим бороться, не знают, что делать. Ну, потому что это правда страшно, и на самом деле нужно в качестве профилактики нужно не только разговаривать, но нужно разговаривать с учителями и с родителями о том, как это происходит и что с этим делать, потому что... А разговаривают, кто-то ведёт такие, ну, в школу приглашают. Чаще всего родители не знают, а когда узнают, уже поздно. Вот мы в начале нашей беседы затронули тему о том, что профилактика, диспансеризация, выявление на ранних стадиях заболеваний, да, вообще все говорят об онкологии, как онкологию лечить, выявить на ранней стадии заболеваний. Так что наркомания, выявить на ранней стадии заболеваний, сдать анализы. Значит, надо доводить их обязательными, потому что пока это добровольное. Они проводятся в школах на добровольной основе. Надо довести до родителей и до подростков, что профилактика этого заболевания приведет к будущим серьезным последствиям. Ну, отсутствие профилактики раннего выявления. Многие все знают, что такое, как плохо, когда муж в семье алкоголик. Отвратительно, когда жена тоже. Да, когда в семье один из родителей алкоголик. Ну, у всех это на слуху. Конечно. Вот представьте, что в вашей семье наркоман. Это в тысячи, в миллионы раз хуже, чем алкоголик. И гораздо быстрее придет к плохому исходу. Да, алкоголизм еще кое-как можно вылечить. Наркомании практически не лечится. Если это наркомания, вылечить практически невозможно. Даже если это произошло в 10 лет. Ее можно загнать в какую-то ремиссию. Ну, то есть, есть же такая пословица, нет бывших алкоголиков, нет бывших наркоманов. То есть, это человек, который находится в ремиссии какое-то время, и даже они когда-то встречаются. Нет, ну, можно вылечить, если поменять образ жизни, поменять место жизни, поменять психологию какой-то. Вот, когда это, понимаете, пока нет как такового заболевания наркоманией, вот наркологи не любят ставить диагноз наркомании детям до 18 лет. Как мне говорили наркотики, в Москве там считаны, на пальцах руки можно пересчитать детей, у кого установлен такой диагноз. В основном ставят зависимость, но нет диагноза наркомании. То есть их просто пока пытаются лечить? Ну, понимаете, это вопрос к наркологам, почему они не ставят такой диагноз? Ну, чтобы крест не ставить. Ну, может быть, у них есть какие-то свои критерии, я не могу вам ответить однозначно. Нам нужно пригласить на эфир следующий нарколог. Нарколога. Вот, это ещё страшнее. Теперь мы уже в теме, мы знаем, что нужно у него будет спрашивать. И если просто до родителей, до детей донести, насколько это страшная проблема, и насколько она быстро может ребёнка превратить или в человека, который имеет умственную отсталость, или какие-то хронические заболевания, или наоборот, довести до летального исхода, до смертельного случая. Я думаю, что родители будут прислушиваться и как бы больше эту тему изучать, и, в принципе, будут готовы заниматься именно профилактикой, а не лечением. И, в принципе, показатель, ну, допустим, фильмы, вот, чтобы в школе можно было продемонстрировать, допустим, какой-то, ну, вот, фильм, может быть, с участием актёров, во что превращается ребёнок или подросток, если... Ну, наверное, честно говоря, я не изучал... Ну, с хитической точки зрения, понятно. Нет, нет, наверное, на Западе сделают такие фильмы, потому что есть же фильмы о профилактике ВИЧ-инфекции, профилактике гепатита, и, скорее всего, есть фильмы... Может быть, это надо как-то профилактировать? Мне кажется, разговорами гораздо проще, но фильмы они смотрят. У нас, к сожалению, закончилось время, мы, как всегда, ничего не успели, но, по крайней мере, мы донесли головную мысль, что забота о детях всё-таки пока ещё находится в руках родителей, пока у вас, вашим детям 14-15 лет, пожалуйста... 15 уже всё. Всё равно бдить, надо профилактику, надо диспансеризацию, надо сдавать эти анализы, и это пока находится в руках родителей, они должны помочь ребёнку не угодить в этот капкан. Насколько я понимаю, что это... Об этом надо знать и постоянно держать руку на пульсе, и проводить какие-то беседы профилактические со своими детьми, и пытаться выявить это на ранних стадиях. Или вообще, чтобы этого не было. Спасибо вам большое, я надеюсь, что нас услышали. Спасибо. 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 Спасибо.